Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. Год назад крипторынок выглядел именно так. Рынок был напуган и дрожал в ужасе, наблюдая реки крови на улице. Биткоин стоил 4700 долларов, эфириум сотню, рипл xrp 14 центов, адда, которая сейчас стоит более доллара, торговалась за 2 цента. Бинанс коин стоил всего лишь 10 долларов. Мы прошли через это, и сейчас люди боятся падения биткоина с 60 тысяч до 55. Да, кто купил за 60 тысяч действительно боится. Ведь он думал, что куда безопаснее купить биткоин сейчас, когда он стоит 60 тысяч долларов, а не тогда, когда он стоил 4. Ведь это наверняка безопасная сделка покупать на исторических пиках. Ведь он поддался синдрому упущенной выгоды и покупает криптовалюты на all-time high. Благо, если он не продал. Благо, если будет держать как минимум 4 года. Прямо сейчас люди, которые говорили мне год назад, что криптовалюта это мошенничество, спрашивают меня, как по-быстрому залететь в крипту. Для меня, как человека, не просто прошедшего уже несколько циклов, но и глубоко анализирующих их, это является главным индикатором. Когда в моем барбершопе будут спрашивать меня, как и где купить биткоин, я буду знать, это момент, когда нужно фиксировать прибыль по максимуму. Мы стали богатыми, потому что покупали на протяжении двух лет, когда биткоин втаптывали в грязь, а СМИ хоронили его каждый божий день. Мы не станем богатыми, если будем покупать all-time high. Почти все криптовалюты, которые мы покупали на падающем рынке, сейчас выросли и выросли очень значительно. Какие криптовалюты мы покупали или собираемся покупать? О некоторых из них я говорил на этом канале открыто. О многих других, на которых мы сделали от двух до нескольких сотен иксов за это время, мы знали у меня в закрытой группе. Друзья, я очень рекомендую воспользоваться моментом и вступить в закрытую группу. Не только потому, что это единственный набор в 2021 году, но и потому, что вход вообще не соизмерим с ценностью и стоимостью аналитики, которую мы получаем. А за подписки я плачу более 25 тысяч долларов в год. Но самое главное, за два с половиной года, на протяжении которых мы шерстили всю платную информацию и искали бриллианты, мы поняли, что именно работает, а что нет. Оказывается, дорогая аналитика не означает качественные советы. Поэтому то, что осталось в группе, это профильтрованная информация, которая обычно окупается за три месяца. Набор будет длиться еще пять дней. Пять дней и больше ни разу в этом году. Ссылка как вступить в описании под видео. Я не раз говорил о том, что покупать криптовалюту на all-time high, на историческом пике, это не очень хорошая идея. Но, если ты держишь биткоин все 10 лет, что он существует, ты знаешь, что в принципе нет абсолютно никакой разницы, за сколько ты его покупаешь. Если ты не планируешь продавать его завтра или в ближайшие несколько лет. Проблема в том, что все гонятся за моментальной прибылью и поэтому теряют на биткоине деньги. Покупая его на историческом пике и не имея терпения дождаться своей неизбежной награды. Те, кто держал биткоин 10 лет, превратили тысячу долларов в миллиард. Огромная волатильность биткоина является причиной, почему он так привлекателен и не привлекателен одновременно. Не привлекателен он потому, что пугает розничных инвесторов своими колебаниями в тысячи долларов за несколько часов. Ты не увидишь такого на фондовом рынке. То, что происходит на крипторынке за несколько месяцев, на традиционном происходит за годы. Что я могу сказать? Нужно искать криптовалюты, которые еще не возобновили свои исторические пики. Бинанскоин, Догикоин, Биткоин, Эфириум и так далее. Все они превзошли свои прошлые пики. А вот Ripple XRP до сих пор нет. И вот почему XRP это один из тех цифровых активов, которые я с удовольствием подбираю, если есть возможность. Особенно по отношению к биткоину, а не к доллару. Просто посмотри на это. Ripple XRP находится на исторических низах по отношению к биткоину. Будто бы вернулся в 2014 год на 7 лет назад, о чем я и напишу в названии этого видео. Когда я вижу такое, неважно, XRP это или другая криптовалюта, я рассматриваю это как большую возможность. Но кроме графиков нужно смотреть и на фундаменталы. И в случае с XRP они тоже есть. И даже не негативные, как происходящие в Соединенных Штатах события, а позитивные. Банк международных расчетов, который, как ходят слухи, имеет связи с Ripple, 18-19 марта проведет международную встречу. Она будет посвящена проблеме трансграничных платежей, как сделать их быстрее, дешевле и надежнее. Эти проблемы как раз являются причинами создания Ripple XRP и Stellar XLM. Stellar уже, как минимум, имел контакты с Банком международных расчетов. Мы видим их следы, например, в октябре 2020-го, когда Дэнель Диксон, генеральный директор Stellar, выступила на организованной Банком международных расчетов встречи, также посвященной трансформации трансграничных платежей. Вместе с ней на этой встрече выступала Кристалина Георгиева, директор Международного валютного фонда, также директор Мастеркард и главы различных центральных банков. Это банки Саудовской Аравии, Соединенных Штатов, Малайзии, Южной Африки, Сингапура и так далее. Все они очень тесно переплетены. Вы видите, насколько тесно все стоят рядом друг с другом? И это почему-то мало кто замечает. И теперь, 18-19 марта, Банк международных расчетов организовывает конференцию, на которой, я уверен, и Ripple, и Stellar тоже будут присутствовать. А знаешь, что мне нравится в том, что Сек подала в суд на Ripple? Что из XRP вытрясли почти все лишнее? Я биткоин-максималист, и каждый, кто был со мной с самого начала этого канала, знает это. Но я вижу, как люди сейчас ломятся в биткоин. И почему же? Потому что они хотят прибыль. Хотят заработать. Я здесь был тогда, когда никто не хотел биткоин. Я был здесь, потому что верил в технологию, верил в сам биткоин, а не его спекулятивную цену. И поэтому мне даже как-то обидно наблюдать за тем, что происходит. Люди, которые инвестируют в биткоин сейчас, в погоня за хайпом, в погоня за прибылью, даже не хотят разбираться в том, что это такое. Конечно, есть и такие, как я, но их гораздо меньше. В Ripple XRP сейчас собралось именно такое сообщество. Они инвестировали не в XRP. Они инвестировали в изменения финансовой системы. Инвестировали в инфраструктуру для новой финансовой системы. Для ликвидности по требованию. Они инвестировали в мостовой актив для цифровых валют. Они инвестировали в совместимость CV-CB. В конце концов, в протест против существующей финансовой системы. Ripple сам по себе является таким протестом. Сколько раз Сек лаяла на другие криптовалютные проекты? Иос, Тезос. Все они заплатили штраф. Все они пошли на поводу. Кроме Ripple. Сейчас XRP настолько не привлекателен в глазах инвесторов из-за секи судебного разбирательства. Люди говорят, XRP умер. Люди разводят панику. И мне это все очень напоминает судьбу биткоина. Биткоин умер 403 раза. Причем в последний раз его смерть была 4 марта 2021 года. Совсем недавно. Может быть, это говорит моя натура, которая в английском языке даже имеет свое название. Contrarian. Человек, который противостоит популярному мнению. Я противопоставил биткоин существующим деньгами с тех пор. Я стал таким. И в случае с Ripple я тоже не могу изменить своим принципам. А сейчас я хочу, чтобы ты услышал это послание из уст Кевина О'Лири, канадского бизнесмена-писателя, политика и телеведущего. Его высказывания насчет криптовалют достаточно противоречивы, но тем не менее послушай то, что он сказал. Я даже не буду озвучивать поверху, чтобы ты понимал. Это оригинальная речь. Но сейчас я имею в виду новую опасность, потому что у меня есть баража от звонков от институционных клиентов, которые спросили, что, wait a минуту, Кевин, это где-то в О'Шаре? И я говорю, нет, 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 нет. Это мой личный портфолио сейчас. Мы не имеем ни криптовалюта в О'Шаре. И почему ты спросишь? И они говорят, что мы должны идти через проверку, что мы должны проверить проведение этих коин. Мы не поддержимаем China mining. Мы не поддержимаем ни коин в стране, в США. Но теперь у меня есть еще один повод волноваться, сказал он. Я получил тонну звонков от институциональных клиентов, спрашивающих меня, подожди-ка, Кевин, это есть где-нибудь среди наших инвестиций? И я говорю, нет, 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 это мой личный портфель прямо сейчас. У нас нет никаких криптовалют в других портфелях, кроме этого. А почему вы спрашиваете? И они отвечают, потому что нам нужен список историй этих монет. Мы не собираемся поддерживать майнинг Китая. Мы не собираемся поддерживать ни одну монету, добытую в странах, что находятся под санкциями США. Интересно, не так ли? А не похоже ли, что это и есть стратегия, которую собирается предпринимать США? Я не думал об этом с этой стороны на самом деле. Раз штаты давят рипл у себя, то, видимо, так оно и есть. Подрывать развитие этой технологии не только у себя, но и у других. Но это только мои спекуляции. Нужно помнить, игнорировать правду не означает, что она перестает существовать. Только то, что все сейчас стреляет вверх, не означает, что все криптопроекты это качество. То, что все сейчас растет, не означает, что все останутся на этих высотах. В 2017 году множество таких повзлетавших проектов после краха рынка так и не выжили. Mac Attack XRP пишет у себя в твиттере крайне лаконично, но емко. XRP эффективен, прост в использовании, производителен, имеет глобальную мгновенную ликвидность, работает с микроплатежами, служит мостовой валютой, экологически устойчив. Также, давай вспомним про Flare Networks. Spark. Кстати, про Spark много вопросов. Я сделаю завтра отдельное видео с ответами. Ripple XRP с помощью Flare Networks получит смарт-контракты и DeFi. DeFi это то, куда придет много-много институциональных денег. Почему я в этом уверен? Потому что для институционалов DeFi понятен. Если ты работал с крупными компаниями и имел дело с финансовыми отчетами, ты видел там такие названия, как TVL, Total Value Locked, PTS, Price to Sell и так далее. Все эти понятия для институционалов хорошо знакомы, а какой-нибудь DeFi протокол, который рассчитывает все это за них, вполне себе может запасть им в душу. Поэтому, думаю, сектор DeFi еще увидит институциональный интерес и не раз. Да и интерес со стороны бизнеса тоже. А раз и Ripple связывается с DeFi, то понятное дело, что Ripple тоже. Но пока я обсуждаю это, все отвлечены совершенно не тем, на что следует обращать внимание. Пусть мы все равно следуем своим курсам. И хотя в таких условиях держать XRP трудно, а особенно если в твоем портфеле кроме него ничего нет, что, кстати говоря, наталкивает на мысль о диверсификации, обязательно инвестируй в несколько криптовалют. Я хочу напомнить. Я уже не раз говорил и показывал, что XRP всегда двигается последним, но всегда быстрее всех. И поэтому я показываю этот твит от Rotary Rockstar. XRP находится на исторических низах. Но покупать мы его не будем. Мы лучше купим DoggyCoin. Он ведь находится на исторических хаях. Если что, ничего против DoggyCoin не имею. И, наконец, еще одна важная тема этого видео. Это график индекса Dow Jones. Смотрим на него как на индикатор фондового рынка. Мы видим, что Dow Jones почти достиг верхней границы глобального 100-летнего тренда. Что случится дальше? Скорее всего, по моему мнению, это будет коррекция. Возможно, до 20 или 15 тысяч пунктов. После чего мы увидим, как всегда, вмешательство со стороны правительства. В 1929 году Dow Jones коснулся этой линии. И что произошло? Падение. Во время доткомов в 2000-х он тоже коснулся этой линии. И что произошло? Падение. И теперь он снова приближается к этой линии. Что произойдет? Скорее всего, тоже падение. Которое повлияет на криптовалютный рынок тоже. Ведь, как бы мы не хотели, а теперь фондовый рынок и криптовалютный рынок связаны. Кто-то говорит, что коррекция Dow Jones может достичь 10 тысяч пунктов. Ну, посмотрим. Крайне смелое предположение. Но в любом случае, коррекция, лично по моему мнению, все-таки будет. На протяжении года-двух. Об этом говорит история. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было тебе интересным или полезным, не забудь поставить лайк. Мне всегда приятно. Каналу это помогает расти. А также подписывайся на канал, телеграмм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Делись видео с друзьями, комментируй. И обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!